Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на инстаграм «МотоСтронг», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы разберем свежий и небольшой двигатель от концерна PSA. Итак, встречаем E-B2. В 2012 году концерн PSA представил совершенно новые трехцилиндровые бензиновые двигатели серии E-B2. Они пришли на смену старым долгожителям ТУ серии и известны под названием PureTech. Эти двигатели созданы на основе легкосплавного блока цилиндров. В ГБЦ два распредвала, которые приводят 12 клапанов. Многие версии этого мотора оснащены фазовращателями и балансирными валами. Объем двигателей 1.0 и 1.2. Разумеется, есть еще и турбированные версии, но эти версии только на основе мотора с объемом 1.2. Развивают мощность от 100 до 155 лошадиных сил. Механизм газораспределения приводится зубчатым ремнем, который погружен в масляную ванну. Маслозаливная горловина находится прямо над ремнем ГРМ. Поэтому свежее масло по ремню стекает прямо в поддон. Причем заправочный объем 3,25 литра. Масло должно иметь определенный допуск. Ничего другого сюда лить нельзя. Также через маслозаливную горловину можно убедиться, что ремень ГРМ на месте или уже слетел. Но об этом расскажем чуть позже. И сегодня мы будем разбирать 82-сильный атмосферник EB2 объемом 1.2 литра, снятый Citroёn C1 2016 года. Также этот мотор ставили на автомобили C-Elysée, Citroёn C3, C3 Aircross, C4 Cactus, а также DS. Также на автомобили-клоны Peugeot 108, 208, 208, 301 и на Opel Corsa F и Crosland X. Эти двигатели поучаствовали в нескольких отзывных компаниях, в рамках которых производитель устранял их серьезные недостатки. Свежие образцы этих моторов кажутся допиленными и надежными. Отметим, что турбированные моторы 1.2 PureTech имеют намного меньше механических недостатков, нежели атмосферных. Проблем с навесным оборудованием у двигателя 1.2 PureTech замечено не было. Катушки, зажигание и дроссельная заслонка служат без проблем. Подтеканием масла по стыкам этот двигатель не страдает. Поэтому двигаемся дальше к сути проблем этого силового агрегата. Прямо сейчас разобрать этот мотор нам поможет человек, по которому вы уже 100% соскучились. Итак, встречаемся, Серега. Мы начинаем нашу разборочку. На атмосферниках PureTech впрыск распределенный. Форсунки максимально близко стоят впускным клапаном. Вся эта конструкция сплошь пластиковая. Ремень ГРМ в этом двигателе смазывается маслом. Необходимость этого решения производитель объясняет снижением потерь на трение. То, что смазка снижает потери на трение. Меньше потерь, значит двигатель экономичнее и экологичнее. Но концерн PSA столкнулся с такой же проблемой, которая проявилась и на двигателе 1.0 EcoBoost. Все-таки ремень трет, генерирует пыль, и эта пыль смешивается с моторным маслом. Деградацию материалов, из которых изготовлен ремень ГРМ ускоряют продукты работы двигателя, а также топливо, которое примешивается к моторному маслу. Эта проблема явно проявляется на двигателях, которые работают в городском режиме. То есть, с долгими прогревами, не учтенными моточасами и короткими поездками. Добавим сюда большой интервал замены масла в 20 тысяч километров и в поддоне мы получаем очень едкую жидкость. А пыль, которую генерирует ремень ГРМ, в первую очередь забивает масляные каналы вакуумного насоса. В 2017 году концерн PSA модифицировал ремень ГРМ. Был изменен материал, покрывающий обратную сторону ремня. В 2020 году интервал замены ремня ГРМ даже в Европе был уменьшен со 180 тысяч раз в 10 лет до 100 тысяч раз в 6 лет. В 2021 году производитель, за свой счет, поменял ремни у 220 тысяч автомобилей с этим мотором. Здесь мы видим, что покрытие обратной части ремня ГРМ отшелушивалось и попадало в моторное масло. Одна связана с заменой вакуумного насоса. В Европе были зарегистрированы случаи неисправности вакуумного насоса с последующим выходом из строя тормозной системы и связанные с этим аварией. В отзывной кампании по замене вакуумного насоса участвовали 370 тысяч автомобилей. Они были выпущены с марта 2013 по апрель 2017. В приводе клапанов моторов PureTech нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры отрегулированы на заводе тарированными толкателями. Но если этот мотор доживет до необходимости регулировки тепловых зазоров, то тогда надо измерять фактические тепловые зазоры щупами, поднимать распредвалы, рассчитывать и покупать тарированные толкатели нужного размера. Несмотря на прогнозируемые проблемы с маслом, детали ГБЦ выглядят достаточно хорошо. В отличие от мотора 1.0 EcoBoost, здесь надо потратить намного меньше нормы часов для замены ремня ГРМ. Видите, даже изнутри этот ремень нормально трется и никакое масло от трения его не спасает. Быть может даже наоборот. Подняли распредвалы и видим, что ГБЦ уже не жилец, потому что задраны две опоры впускного распредвала. Также обратим внимание, что выпускной коллектор интегрирован в ГБЦ. Это необходимо для ускорения прогрева двигателя, чтобы сделать его более экологичным. Также добавим, что известны случаи отламывания электрода свечи с последующим повреждением поверхности цилиндров. А если говорить о состоянии, то по вот этому нагару и масляному налету мы видим, что моторчик масло поджирал. Вот сейчас мы прекрасно видим легкосплавный блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения. В него залиты тонкостенные чугунные гильзы. Хона практически нет, вместо него уже очень много высохшего масляного нагара. Распространенная проблема двигателей 1.2 PureTech – это откровенный жор масла. Расход масла может достигать до 1 литра на 1000 км. То есть моторчик может очень быстро сожрать 3 с лишним литра масла, которые помещаются в его поддон. Хорошо, что щуп здесь обычный. Каждое утро можно проверять масло и, если надо, то доливать его. Ну вот, вы, наверное, уже поняли, почему у двигателя этого была проблема со смазкой. На фоне загрязнения моторного масла нередко на этом двигателе возникает износ маслонасоса. То есть, при нормальном уровне масла загорается индикатор низкого давления. Также давление может проседать при резких торможениях, если уровень масла низок. Есть сведения, что в рамках отзывной кампании вместе с вакуумным насосом меняли и масляный. Поэтому, если загорается красная маслянка, обратите внимание на масляный насос. А вот это та самая пыль, которую генерирует ремень ГРМ. Жор масла начинается из-за залегания поршневых колец, что происходит из-за уставшего масла. Менять масло надо каждые 10 тысяч километров. К сожалению, доливание свежего масла никак не раскоксовывает поршневые кольца. Не успели автомобили с двигателями 1.2 PureTech намотать первые километры, как в 2014 году дилеры получили предписание проверять осевой люфт коленвала. То есть, всего лишь через два года после начала выпуска этих моторов стало понятно, что намечается проблема. Согласно этому предписанию, если осевой люфт коленвала превышал 0,5 миллиметра, то тогда мотор меняли по гарантии на новый. Причина появления люфта вот в этих полукольцах. Производитель так и не поделился, что с ними не так. Но скорее всего качество этих полукольц не выдерживает ни критики, ни нагрузок. Либо же они были на заводе установлены неправильно. Мы не нашли информацию о том, что дилеры в наших странах меняли моторы по гарантии. Но есть информация, к чему приводит эта заводская ошибка. Люфт коленвала потихоньку увеличивается. После этого могут возникать ошибки по регулятору фаз. Затем в момент запуска либо на ходу ремень ГРМ может слететь с зубчатых шестерен. Тогда поршни и клапаны встретятся, а это повреждение ГБЦ. После этого в поддоне будут найдены вылетевшие и погнутые полукольца и люфтящий в осевом направлении коленвал. Вы уже видели, что у нас изношенные полукольца и люфт коленвала уже такой, что мотор пора менять. Но даже не это самое неприятное с этим двигателем. Дело в том, что полукольца отдельно не продаются. При всем желании их невозможно заменить на еще не стуканутом двигателе. Производитель считает, что надо менять блок цилиндров или двигатель в сборе. Помимо одного изношенного полукольца, мы видим неприятный износ на шатунных вкладышах, а также на коренных. На шейках коленвала есть потертости, но на ощупь они не ощущаются. Верхние коренные вкладыши тоже с износом. Маслофорсунок в блоке нет. Естественно, нет и ремонтных размеров. Ну что, разборка закончена и вот такие вот горе моторы появились на современных автомобилях. Сегодня нам удалось показать все его механические косяки. Этот мотор 2016 года, но проблемы-то начали решать гораздо раньше. Странно. Если вы хотите, чтобы мы и дальше выпускали такие информативные видео, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал. Те, кто не подписан прямо сейчас, нажмите на колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями, также закиньте его в соцсети. Нам будет очень приятно. И помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».